Как правильно себя вести в воспитании неродных детей, если не испытываешь им чувство материнства? Понимаете, дело в том, что чувство материнства мало кто испытывает своим детям. В основном все чувства испытывают чувство привязанности и желания наслаждаться. Понимаете, чувство материнства это такое очень подсвышенное чувство. И оно может к любому ребенку возникнуть, не обязательно своему. Для этого надо сначала, во-первых, если ребенка взяла на воспитание, допустим, ты, надо стать сначала, если он взрослый ребенок, надо стать ему сначала старшей сестрой. Надо стать ему подругой такой старшей. Очень с любовью, и давать ему свободу выбора, с любовью с ним общаться, спрашивать, как он хочет. То есть дать ребенку возможность быть самим собой. Потому что если он уже вырос в атмосфере, где нет матери, то он не может сразу почувствовать, что это мать. То есть ему нужно сначала дружбу с этой женщиной. То постепенно материнство чувствует, что эта мать, она все больше и больше в его сердце будет входить. И он сам как бы выберет потом отношения, он сам почувствует, что это мать. Он сам прижмется и так далее. Им это нужно ждать. Второй вариант. Однако если это маленький ребенок, и ты просто чувствуешь, что не любишь его, взяла, если ты ездил дома и не любишь. Надо понять, что любовь в данном случае для тебя означает просто привязанность к ребенку. Выполняй свои обязанности перед ним. Просто как надо, веди себя с ним правильно. И потом Бог тебя наградит чувством по отношению к нему. Когда у тебя появится верность к нему, появится желание заботиться о нем, появится много каких-то чувств в отношении к нему правильных. Ты заметишь, что ты отличаешься в отношении от настоящей матери, от той, которая родила, к этому ребенку тем, что у тебя все хорошее к ребенку появится. А все, что мешает настоящей матери его воспитывать, у тебя этого не будет. Ты будешь благословленной матерью, потому что та мать, которая взяла на воспитание ребенка, она более благословлена, чем та мать, которая имеет своего ребенка. Если женщина правильно себя ведет с чужим ребенком, он вырастает гораздо лучшим ребенком, чем свой. Понимаете? Потому что в этом случае она совершает подвиг по отношению к этому ребенку, и Бог это обязательно ее наградит за это. Как женщине увеличить чувство собственного достоинства? Как научиться чрезмерно не привязываться к мужчине? Хороший вопрос. Это самое сложное, что у женщины в жизни может быть. Самое сложное женщине научиться быть женщиной, иметь чувство собственного достоинства. Есть только один способ это сделать. Надо изо всех сил привязываться к Богу. Бог это единственный защитник в этом мире, который является настоящим мужчиной. Понимаете? Он никогда не подведет. Женщина должна привязываться к Богу. Она должна молиться и не молиться. И когда ее молитва достигнет силы, то она почувствует, что когда ей хочется опору в жизни, хочется кому-то прижаться, то она может прижаться к Богу или к святому человеку в своем сердце. И тогда она защищена. Потому что женщина всегда чувствует, когда мужчина наглеет. Это невозможно не почувствовать. Когда мужчина наглеет, что нужно делать? Нужно его воспитывать в это время, а не привязываться к нему. Мне вчера на консультацию была одна женщина, сильно привязанная к мужу. И она мне говорила, я и так служу к мужу, и так, и забочусь, и так, и так. Что мне делать? Он наглеет все больше и больше. В этом заключается долг. Надо отвязаться. Надо отстраниться от него. И она очень сильно расплакалась, потому что она почувствовала, что у нее нет силы отстраняться. И ей хочется поближе к нему быть. Почему? Потому что ее любовь означает всего лишь желание наслаждаться обществом этого человека. А это не любовь. Это каристь. Для того, чтобы любовь стала любовью, надо сначала отстраниться от самой себя. Надо научиться честно относиться к человеку. Если тебе надо его воспитывать, то твой долг перед ним воспитывать. Значит, воспитывай. И ни о чем не думай. Не думай, уйдет, не уйдет. Ни о чем не думай. Просто воспитывай честно и все. И ты увидишь, что ты сделала правильно. У человека перед близким человеком есть два важных долга. Первый долг – забота. Второй долг – воспитание. И в отношении этих двух долгов рождается настоящая любовь. А не в том, что ты бегаешь на задних лапках со страхом потерять человека. Это неправильно. Это неправильно. Так. Где же записки? Как освободиться от комплекса неполноценности, который очень сильно мешает взаимоотношениям? Понимаете, женщины по природе очень чувствительны. И психика их, она соткана из противоречий. Потому что женщина соткана из любви. А любовь требует повышенной чувствительности, повышенной чувствности, повышенного внимания. Она требует... Ну, чтобы пользоваться энергией любви, человек должен быть тонким прибором. И поэтому женщина, она соткана для того, чтобы любить и дарить любовь. Поэтому ее психика, ее тело – это тонкие приборы. А тонких приборов всегда очень трудно пользоваться. То есть он может туда и сюда... То есть неустойчивое состояние, постоянно куда-то что-то движется. Поэтому сама идея для женщины, что она может быть устойчивой, должна быть забыта. Не надо думать, что если ты женщина родилась, ты будешь устойчивой. Это невозможно. Психика постоянно меняется у женщины. То так, то вся, настроение меняется, все как бы не имеет неустойчивую природу. Как не терять себя? Есть только один способ не терять себя для женщины. Это уважать мужское начало. Если женщина мысленно поклоняется мужчине, мужчинам вообще в целом, но считает их опорой, защитой для себя, и также поклоняется Богу, то в этом случае ее психика станет устойчивой. Несмотря на то, что настроение меняется, она будет стержень чувствоваться внутри. И она не будет терять себя в этом случае. Но те женщины, которые опираются на себя в жизни, на себя, и на женскую природу, они почитают, и они говорят, вот женщины какие вот вокруг. Вот женщины на самом деле удивительные вокруг вообще. И я не с ними и тут жить можно, и хорошие отношения, и они не понимают. А эти мужики, блин, такие вообще. Все, заразы все. Вот когда женщина так настроена, у нее никогда опора в жизни не будет. Она никогда не будет себя в руках держать, потому что она не понимает сути создания. И с мужской начало, и с женской. И в том, и в другом есть смысл, глубокий смысл. Женщина должна опираться на мужскую природу, мужчина на женскую. Мужчина должен очень уважать женщину. Очень уважать. Если мужчина не уважает женщину, значит он будет испытывать к ним вожделение. Одно из двух. Как стать настоящим монахом? Только тогда, когда мужчина очень глубоко уважает женское начало, он может стать монахом настоящим. Потому что в этом случае у нее не возникнет женщины вожделения. Чем меньше мужчина уважает женщин, тем больше он испытывает вожделение к нему. Какой закон? Поэтому, чем больше женщина уважает мужчин, тем больше она защищена от их грубости, подлостей и покой судьбы и святых с мужчиной. Поэтому надо учиться уважать противоположный пол. Это сложно, это целая наука, это тяжело. Но это надо делать. Потому что именно от противоположного пола человек больше всего страдания чувствует. Вот, допустим, если девушка истерично что-то сказала, это воспринимается больно или нет? Нет. Ну, чуть-чуть больно, но не так больно. Можно успокоить. Если девушка парню истерично что-то сказала, для него это воспринимается больно? Очень больно, очень. Теперь, если парень вдруг рассказал парню, это воспринимается больно? Ну, может, чуть-чуть воспринимается. У меня даже есть один друг, с которым я несколько раз подрался. Вот такой хороший, любимый друг. У нас были проблемы, он как, ну, мы думаем друг на друга. Ну, немножко подрались, потом помилились. Нормально? Да, ну, ты мне поскорее как дал, а? Ну, так, ну, мужские отношения. Нормально? Нет проблем. По представке мужчина с женщиной поделяется. Такой результат. Она уйдет просто от него, и все. Больше не будет с ним жить. Или просто отживет ее от этого человека, и вот от него все. Даже будет жить, но счастья будет мало уже. Понимаете, между мужчиной и женщиной стоит острый нож в отношениях. Очень тяжелое отношение. Очень тяжелое. И поэтому они и оттачиваются в эти отношения. В этом и суть заключается, чтобы человеком учился быть сильным. Поэтому надо понять этот вопрос, что надо учиться принимать удары на себя судьбой. Вот если трудно, значит трудно. Надо признать это. Но когда женщина уважает мужское начало, ей меньше трудно. Когда мужчина уважает женское начало, он может любые, либо бахи женщины, либо любые. Если женщина уважает мужское начало, как бы он ни орал, она все равно к нему хорошо относится. Устойчивость появляется в жизни, понимаете? Как вести себя женщиной с начальником женщины? Как с матерью? Вот если вы этот вопрос задали, я вам сам вопрос задаю. У вас какие отношения с матерью? Вот кто написал эту записку. Я сомневаюсь, что они очень хорошие. Потому что, если бы они были хорошие, вы бы не задавали этот вопрос. Надо учиться к матери относиться. Надо любить женское начало женщине тоже. Учиться уважать старших женщин. Если муж не одобряет моего интереса к психологии и против того, чтобы я посвящала лекции, то это обычное явление. Я уже сразу подключаю. Обычно и нормально, и правильно. Потому что, если муж все, что в дело женщина не делала, он всегда за. Это значит, что он фея Васечкин, понимаете? Он, значит, и женщину совсем не контролирует. А у женщины, знаете, как психика работает? У нее вот интерес к чему-то вспыхивает в одну секунду. У нее же сердце чистое, она построит направление на кое-то. А-а-а-а! Какие лекции? В одну секунду. И как мужчина должен реагировать? А-а-а-а! Они мне тоже понравились. Так что ли, да? Я уже на работу одевался, на работу одевался. И жена мне говорит, ну аккуратнее штаны надевай, порвешь. Аккуратнее рубашку надевай, порвешь. То есть начала мне говорить, что ты аккуратнее. Я торопился. Я начал по-женски так раз, что лично так по-разному. Она говорит, ну нет, лучше одевайся, как одевался. Потому что это по-разному. Ужина никогда не будет по-женски себя вести. Он не может сразу привыкнуть к лекции. Хочет жена на лекции какие-то, ему опасно. Он чувствует, что что-то не то, надо разобраться в этом вопросе. Это нормально. Это значит, что мы разумный человек. Если вы чем-то увлеклись, не думайте, что муж тоже должен прыгать так же, как вы. Он же не женщина. Должен разобраться, он его настораживает. Если у женщины глаза блестят, значит, это опасно. Женщина же может увлечься, у нее может крыша съехать, совсем опасно это. Надо контролировать ситуацию, поэтому мужчины, естественно, настораживаются. Это нормально. Но я одну вещь вам скажу, женщины. Вы просто не знаете законов, как себя вести. Вот если вы к мужу подходите и говорите, есть какие-то лекции проходят. Я хотела бы, чтобы ты мне разрешил на них пойти. Дал мне благословение на них пойти. Потому что без твоего разрешения я не хочу идти. Я хочу, чтобы ты сам не разрешил. И он скажет, а почему ты хочешь туда идти? Потому что я хочу разобраться, как правильно себя сможем вести. Я чувствую, что веду себя неправильно. А там об этом говорят. Сегодня разрешил, а завтра посмотрим. Все, надо идти. Потом, когда придете, скажете, слушай, там на лекции говорилось, вот как ты мне говоришь, так и там тоже говоришь. Скажешь, ну, глава тоже может стоять. А вы как делаете? Я пойду к подружке, сама на лекцию. Что приходит с лекции такая, прости, я к подружке не ходила, на лекцию пошла. И так понравилось. Это говорится, что если женщина что-то сделает, даже хорошее без благословения мужа, то она разрушает свою судьбу. Допустим, делает что-то хорошее, женщина, она такой, рано встает, или бросила мясо есть, или еще что-то. Ну, что-то хорошее такое, чистое делает. Но без благословения мужа она разрушается в свою жизнь. Очень опасный путь. Очень опасный. Потому что она все равно в этой ситуации должна найти защиту. Женщина не может быть не защищена в своих идеях. Надо, чтобы ее кто-то понимал. Если муж не понимает, вот что бы я ни делала, он не понимает. А почему он не понимает? Потому что ты делаешь самовольно. Не спрашиваешь у него, естественно, у него возникает страх. Он начинает защищаться от этого. И ты все больше и больше самовольно делаешь. Он начинает вообще бояться этой ситуации. Начинает злиться. И ты думаешь, вот дурак он достался. Вообще меня не понимает. Если муж дурак достался, то есть ты неправильно себя повела к нему, он дурак достался. Знаете, обязательно найдется потом хороший человек, который будет вас понимать. Будем с ним общаться, советоваться. И будете говорить. Вот у меня, знаете, вот знаешь, вот ты хороший человек такой, умный. У меня муж дурак. Он меня не понимает. А ты меня понимаешь. И он будет так говорить. Да, конечно. Твой муж, конечно, не дурак, конечно. Но немножечко того. Конечно, согласен, да. Но ничего. Терпи. Это твоя участь. И у вас в сердце будет возникать ощущение, что вот такой бы человек был бы моим мужем. Было бы хорошо. И постепенно предойдет дело до того, что у вас будет секс с этим хорошим человеком. На том, что у меня есть история соответствующая. Ко мне подошла одна девушка в Москве на консультации. И сказала, у меня есть духовный наставник, который ведет меня своим путем. Но, к сожалению, я уже лежала с ним в постели не один раз. Я чувствую, что что-то не то в моей жизни происходит. Что мне делать? Я начал ей задавать вопросы. Оказалось, что она без благословения мужа начала ходить в какую-то духовную организацию. Потом начала чувствовать, что ее жизнь не одинока. Потом нашла этого человека-наставника, который одинокость ее убрал. Потом он видит, что она беззащитная. Взял ее и приголубил. И теперь она спрашивает меня, что мне делать. Я ей сказал, что я делаю. Я ей сказал, что человек, который подлым образом воспользовался беззащитностью женщины и начал заниматься с ней сексом, не то что наставником духовным не может быть. Он даже мужиком нормальным быть не может. Потому что это просто свинтус и все. Надо немедленно рубануть с ним отношения и уходить из этого так называемого духовного движения. И она покраснело ушла от меня. Потом пришла, еще раз спрашивала и говорила все то же самое. Потом она разрубила отношения с этим человеком. И очень благодарила меня за это, что я дал ей такое восстановление. Так что, женщины, знаете, всякое бывает. Будьте осторожны. Ваша психика такая, увлекающаяся. Это может засосать. Может привести к проблеме. Как мне себя вести? Смириться? Или есть другие способы? Смириться? Нет, никакое начало. Он чрезмерно напористый. Он слишком хочет своего в жизни. Он как бы безбашенный мужчина. И травмы идут по правой стороне. Потому что правая сторона отвечает за боль и желание человека. Это, ну так, знак судьбы. Если у мужчины травмы идут по левой стороне, это значит, что у нее тяжелая семейная карма. Это надо об этом знать. Если с правой стороны, значит, что у нее тяжелая карма, связанная с деятельностью. Может быть, с работы выгонят. Еще что-нибудь из-за того, что он импульсивный очень. Если у женщины с левой стороны идут травмы, это значит, что у нее проблемы в личной жизни. А с правой стороны, это значит, что она слаба в деятельности. Знаете, есть определенные знаки. Если у женщины дергается с левой стороны рука, палец, кисть, глаз. Вот здесь вот где-то дергается. Это будет приятный знак. Это значит, что все в жизни налаживается. Вот событие какое-то должно хорошее произойти. Если у мужчины дергается с левой стороны, это значит, что будет разруха. Но не один раз дернулась, в смысле. И вы так задумались, начали думать, и будем опять задергивать. Нет, да, просто само собой, вы не обращаете внимания, оно дергается, и дергается, и дергается, и дергается с левой стороны. Опасный период жизни. Если у женщины дергается с правой стороны что-то, начиная от века там, или все, и постоянно, долгое время. Опасный период жизни начинается. Надо бояться, что-то плохое произойдет. Если у мужчины с правой стороны дергается, значит, что-то хорошее будет. Надо радоваться. Понятно? Это примет работает на сто процентов. Я на себе это проверил. Проблема отношений с мамой. В детстве она не давала ни любви, ни заботы. Это с мамой проблема или нет? Это проблема с твоей судьбой. Ты заслужила просто такую маму, потому что сама со своей такой мамой в прошлой жизни была. Теперь судьба распорядилась так, что она полностью на моем иждивении. Супер. Я заботюсь о ней с чувства долга, но не могу испытывать дочернюю любовь. Как мне быть? Отлично. Это Бог милости. Значит, тебе Бог дал отработать возможности. Надо просто из чувства долга заботиться, заботиться, заботиться. И Бог дадит себе Бог. Бог заботиться, видите, дал возможность исправить свою карму в скорейной жизни. Отлично. Муж очень пьет. Отношусь с терпением, с любовью. Силы берем в обществе, в духовном обществе. Но муж не дает благословения. Очень против, как получить благословение мужа. В этой ситуации надо продолжать духовную жизнь. Муж неадекватен. Он благословение надо получать от трезвого человека, от неоткяного. Надо брать духовную силу в отношении с Богом. И отдавать эту силу в любви к мужу. Постепенно Бог сбилуется лица. И будет все хорошо в жизни. Ситуация исправится. Она может исправиться двумя способами. Если ты будешь заботиться о мужа, любить его. И как бы вкладывать в него силы. И ты пересилишь его судьбу плохую. То у него будет два варианта. Или бросить пить, или бросить жену. Одно из двух. И тот и другой вариант хороший. Если ты сдала свой экзамен, то два варианта будет. Или он останется мужем и бросит пить. Будет очень благодарен. Или он уйдет из жизни. И появится другой муж. Хороший уже. Но никогда, когда человек поступает правильно, никогда не бывает так, что он не защищен судьбой. Это закон. Почему муж, высший офицер, выросший в детском доме, с возрастом стал страдать накопительством? Но это закономерно. Он же там не чувствовал счастья в детском доме. Вплоть до того, что приносит в дом всякий мусор. Старые вещи, старые мебели и так далее. Так, ко всему прочему, и за воротник закладывают, когда весьма, иногда весьма сильно. Как к этому относиться? Уже нет сил на все это смотреть. Если нет сил смотреть, отстраняйтесь. Можно уехать к маме на время. Ставить условия. С любовью воспринимать его, заботиться. Если вы накопили силы в отношениях с ним, вы хорошо выполняли свой долг, но он нагреет, отстраняйтесь. Съездите к маме. Человек, который чувствует, что заботливый человек, близкий человек, хороший ушел, его это сильно отрезляет. Понимаете? А если ушел холодный человек с сухой, который ничего хорошего не сделал, тогда открою смысл. Понимаете? Прежде чем воспитывать человека, надо сначала любовь ему подарить в жизни. Поэтому, если вы никогда ему не дарили любовь, подарите ему любовь. Простите его со своим этим, подарите любовь. Если не исправляется, воспитывайте, отстраняйтесь, уходите жить отдельно. Применяйте силу. В том и другом. И будет хороший результат. Я вас не замучил? Нет. А? Продолжаем. Какие вы ненасытные, а? Жарко же? Сегодня мне жарко. Мне жарко сегодня. Получше. Я выполняю свой долг. Это я вам покажю, кто ложится. Еще неизвестно, кто вам покажет, кто ложится. Сколько людей обидел вам. Я раньше ела мясо и любовь приучила к этому своего ребенка. Сама теперь какую пищу не принимаю. Я не могу просто запретом отучить ее от пищи, к которой она привыкла. Продолжаю готовить для нее мясные блюда, то есть зарабатываю карму и себе ей. Ничего подобного. Что в такой ситуации делать, как прервать этот круг? Где договориться, что если близкий человек был и бросит мясо, надо готовить ему мясо. И при этом ты плохую карму себе не зарабатываешь. Но при этом надо молиться за него, чтобы у него меньше хотелось такой пищи. Не надо беспокоиться насчет кармы. Карма относится только к вам. Если вы сама не можете готовить, но им хочется мяса, значит, вам придется ей приготовить. Имею ли я право проповедовать духовное знание среди близких и знакомых, если я сама занимаюсь духовную практику? Каким образом я имею право распространять духовное знание? Вы знаете, как только человек начинает что-то получать в хорошей жизни, важное, нужное, его начинает распирать, распространять все это. Знаете, почему его распирает это все? По одной простой причине, что внутрь не идет. Когда у человека все внутрь идет, у него появляется другое чувство. Как мне сделать эти идеи счастливыми, которые меня окружают? Как мне сделать так, чтобы они действительно почувствовали мои перемены? Как мне сделать так, чтобы они были счастливы вокруг меня? Вот что, какие мысли одолевают человека, который способен запихать духовное знание внутрь. Ну, вернее, реализовать его внутрь и не запихать. Но если человек берет духовное знание очень поверхностно, то у него появляется дикое желание изменить атмосферу вокруг себя. И это желание возникает только по одной причине, что он понял, как жить счастливо и хочет дешевым способом это получить. Дешевым способом он означает, чтобы все вокруг поменялись, а он оставался тем же. Хитро так, да? То есть внутренне это ощущение выражается в том, что я хочу всем дать знание, которого у меня нет. Потому что когда у человека есть знание, он не знание людям хочет дать, он хочет им дать любовь. Потому что единственное проявление знания – это любовь. Если человек любовь не получил, то он становится фанатиком. Если вы в любой храм зайдете, вы увидите там две категории людей. Одни из них смотрят на тебя добрыми глазами и думают, «Господи, как хорошо, что ты сюда пришел! Они заботятся о тебе, готовы помоешь тебе во всем!» Это те люди, которые верят в Бога. И там же вы увидите вторую категорию людей, которые будут смотреть на вас вот так. «Ты откуда же она пришла? Чем ты этим занимался? Почему одежда неправильная?» И так далее. А вот это люди не верят в Бога. Поймите эту разницу. И не обращайте внимания на тех, кто так споведует. Это просто люди, которые не поняли, что здесь надо делать. Понимаете? Потому что человек, который верит в Бога, в нем Бог живет. И это значит, что он может человека и Богу принять в свою жизнь. Он ненависти на него в сердце нет. А если человек не верит в Бога, он пытается распространить это знание. Заставить всех верить в Бога. Вот это проблема. И как такой человек распространяет знания? Навязывает всем. Я помню, когда началось начать ведическое знание 15 лет назад, у меня был такой случай. Я распространял медические книжки на улице. Ко мне дошел такой же, видно, с книжками другой веры. Спросил меня, почему ты всем навязываешь эти свои книжки? Хотя сам тоже это делал. И я ему ответил. Потому что там правда. Он показал мне свои книжки и сказал, правда здесь, а не там. И мы стояли с ним. Испражнение свои извивали. И потом мне так плохо было после этого. Я пошел, думаю, что-то не то произошло в моей жизни. Что-то не то. И начал анализировать, анализировать это событие. И понял, что мне распространять нечего. Нет у меня любви к людям. Не верю я в Бога. Я просто навязываю всем свои идеи и все. Потому что, когда у человека нет Бога в сердце, он не может любить, он не может прощать. Он не может принимать. Он не может быть снисходительным. Но подошел ко мне этот парень, сказал, вот где правда. Я должен сказать, ведь правда это правда. Почему это не правда? Это тоже правда, которую я не понимаю, к сожалению. Почему я так не сказал? Я показывал свое. Он показывал свое. Чуть не подрались с ним. Таких много же духовных деятелей, понимаете? Которые рушат себе жизнь и другим. Потому что, если кто-то за ними пойдет, он станет таким же духовным деятелем. пустышкой, которая будет всем что-то пихать. Потому что, если человек наполняется Любовью, он никогда никому ничего не пихает. В этом заключается его стопроцентная квалификация. Понимаете? Поэтому, если у вас появилось желание распространять духовное знание, то распространите сначала и его самого себе. А потом посмотрите, что дальше будет. У вас желание дальше распространять духовное знание немедленно пропадет. Вас захочется вам распространять любовь и заботиться о людях. У меня сын 24 года. Он жил в ведическом монастыре недолго. Какое-то время изучал духовную литературу, ходил в храм, слушал ваши лекции, а в последнее время отказался от всего этого, попусту тратить свою жизнь. Как вернуть вкус духовного развития? Вы знаете, вот вы сидите здесь все и знаете, что у вас идет очень хороший период жизни. Не думайте, что просто так вы сюда попали на эти лекции. Не думайте, что вы всегда бы смогли сюда ходить и всегда сможете сюда ходить. Не думайте, что вы всегда сможете работать над собой, как сейчас вам хочется это делать. Не думайте так. Потому что у человека бывают разные периоды в жизни. Хороший человек может горы свернуть, а иногда наступает покой, и он как камень становится, он ничего не может с собой сделать. Поэтому, что нужно делать в этот период? человек, допустим, не хочет этим всем заниматься. Говорите ему просто любовь. Относитесь к нему хорошо, не бойтесь. Ничего не потеряно, все с ним осталось. Если вы не закупите его духовную жизнь своим фанатизмом, будете, как вы с ним по-человечески, по-нежному относитесь, цените его таким, какой он есть. Знайте, что он всегда встанет на тот путь, который ему нужен. Всегда пойдет дальше, где он, когда придет, не надо ни о чем беспокоиться. Может быть, он встанет на другой духовный путь, может быть, на этот, не имеет значения, но он обязательно встанет. Если же вы будете дефектировать и трясти и заставлять это делать, то он, несомненно, будет дальше деградировать, что процентов. И вина ваша в этом будет. Потому что, знаете, у меня тут есть такая аллегория. Один человек бежит, такой он, с легким таким портфельчиком бежит, и говорит, ну что, надо развиваться духовно, смотри, какой я легкий, мне как легко бежать, надо вот таким быть, как я. И второй человек идет, у него камень на спине очень тяжелый, и он еле тащит его, и тот подбегает с легкой, с легким портфельчиком судьбы, подбегает к нему, говорит, ну что ты плетешься, ножки поднимай повыше, давай, давай, беги, надо бежать, надо распрямиться, надо равнаться жизни, надо работать над собой, ему станет легче, и когда он взлетит в воздух, когда ему будет легко, скорее всего, того, кто бежал, в это время предавит, понимаете, этот человек, который бежал и предавил, который, как бы, вот всем так говорил, есть одна разница, его предавит по-настоящему, и этот человек, который нес камень на своей шее, и камня уже нет, он увидит, что тот не бежит уже с портфельчиком, а уже лежит под этим камнем и даже не побискивает, и он поднимет, будет со всей силы поднимать ему этот камень и скажет, давай пойдем вместе, я тебе помогу, понимаете, поэтому не смотрите на людей с той позиции, что им легко заниматься духовной жизнью или тяжело, смотрите с той позиции, какой камешек у них на шее и как они с каким камешком идут по жизни, вот как надо на людей оценивать, почему. Если тело живет человеку очень тяжело и он все равно идет вперед, значит это очень сильный человек, потому что потом он может многим помочь. А если человек о легком период жизни начался, он бежит и всем показывает, какой он легкий и смелый и счастливый, всем проповедует духовное знание, есть вероятность, что он так придавит потом, что мама дорогая, может говорить, что до меня в работе у него все ладилось, до меня, у меня так было и раньше, может мое недовольство им так складывается, может, или что не может, а точно, если у мужа все ладилось на работе до вас, с вами перестало ладиться, значит вы его глядете, не может быть, а как еще это объяснить, женщина должна помогать мужу работать, женщина это крылья мужа, это его крылья, мужчина должен рядом с женщиной быть на крыльях, он должен взлететь, понимаете, но если женщина грехлет мужа, она постоянно недовольна от того, что ему он ей дает, что не взлетит, а будет что порамыть в жизни, потому что жена это или благословение мужа, или проклятие, одно из двух, если женщина слишком много хочет, так мужа, это проклятие, а если она служит, заботится о нем, это благословение, вот и все, как это можно понять, только так, к сожалению, уже очень много времени, мы должны с вами заканчивать эту лекцию, поэтому я хотел бы сказать вам, что я вас очень, вам очень благодарен, что вы высидели все это время, выслушали всю мою колтавню, вот, и хочу очень благодарить вас за это, давайте пожелать семейшествия. Давайте АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте напоследок пожелаем всем счастья, настроимся, следуем. Давайте будем оставаться вместе. Не обязательно слушать мои лекции. Если вы будете слушать чьи-то лекции, которые вас будут поднимать духовно, если вы будете в какой-то храм ходить, который будет вас поднимать духовно, если вы на версии какого-то наставника, который будет поднимать вас духовно, то вы остаетесь со мной. Я буду считать, что я свою задачу выполню. Потому что человек не должен жить просто так. Он должен получать силы от высшего источника и должен их потом отдавать всем остальным. Потому что у него нет своих сил. Силы можно взять только оттуда. И от бескорыстного настроя по отношению друг к другу. А этот настрой тоже вырабатывается с помощью вот таких мероприятий, которые мы сейчас проведем. Все сели для вам. Я желаю вам счастья. Я желаю всем счастье. 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 Продолжение следует...